Доброе утро, друзья! 4 февраля 2017 года. Это Рунет Сегодня. Рассказ о главных событиях ушедшей недели в области интернет-бизнеса, социальных сетей, всего виртуального, что, как я регулярно говорю, становится частью нашей с вами реальности. Меня зовут Максим Спридонов, а гость этого выпуска Дмитрий Репин, гендиректор центра Digital October. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. И Никита Шерман, интернет-предприниматель, основатель компании Dreamy, экс-президент соцсети Одноклассники. Никита, приветствую. Коллеги, как обычно для вас, присутствующих здесь в студии, так и для наших слушателей, находящихся за ее пределами, обратите внимание, расскажу сначала о главных событиях, которые мы, как редакция программы Рунет Сегодня, посчитали целесообразным обсудить более-менее основательно. То есть каждое из этих событий будет посвящено по одному 10-12-минутному блоку. Это первое событие следующее. На прошлой неделе прошла первая массовая распродажа в электронных магазинах Рунета, так называемый Киберпонедельник. Успехом или провалом закончилась эта акция, об этом мы поговорим. Также послушаем мнение непосредственных участников и организаторов, кстати говоря. Вторая новость. Фейсбук представил свой финансовый отчет, подводя таким образом итоги года. О том, каким был этот год для крупнейшей социальности мира, и о том, что будет дальше, мы поговорим сегодня также. Ну и третья новость, вошедшая в основное обсуждение, это рассказ о том, что Лига Безопасного Интернета собралась фильтровать глобальную сеть для жителей отдельно взятой Косновской области. Является ли это неожиданная инициатива экспериментом по внедрению полномасштабной цензуры в Рунете? Это вопрос, который задают себе сейчас многие аналитики. Это главное, что пойдет разговор на эти 60 минут. Ну а сперва, как обычно это бывает традиционно в первом блоке, мы пройдемся коротко по другим также важным новостям. Первое из них. YouTube планирует ввести платные подписки на каналы весной 2013 года. То есть вот-вот. Об этом заявили ряд американских СМИ. Предполагается, что стоимость месячной подписки на платный канал будет равняться 1-5 долларам. Как вам такая информация, Никит? Вы знаете, я вообще считаю, что это очень правильно, поскольку видеоконтент это то, что наиболее тяжело монетизируется сегодня в интернете. И, скажем так, любые попытки на сегодняшний день сделать, ну, то есть найти какие-то новые способы, чтобы это делать, да, это хорошо с моей точки зрения. Поскольку иначе, ну, они просто не будут выживать, да, вот эти порталы с видеоконтентом. Среди прочего, по-моему, дозрели к этому. То есть появилась плеяда видеоблогеров. И иных производителей контента, которые могли бы брать деньги теоретически. Ну, по крайней мере, небольшие деньги за вот эти... Конечно, совершенно верно. И люди готовы их платить, да. То есть, там, я не знаю, условная программа плюс 100-500, да, которая очень, например, любит в России, да. Вот. Я думаю, что нашлось бы немало желающих платить за возможность посмотреть свежий выпуск. Ну, то же самое будет... Оптимальная схема на вскидку видится, как вот это пытаются сейчас некоторые СМИ внедрить. Либо читаешь или смотришь и смотришь рекламу, либо смотришь без рекламы. Ну, такой вот вариант. Ну, вот я не очень верю в рекламную модель. Я больше как раз, ну, импонирую вот этим вот способом, скажем так, монетизации через какие-то платные дополнительные услуги. Дмитрий, будут платить? Я думаю, что да, потому что, ну, скажем, многие люди пересаживаются с телека полностью в интернет, и, соответственно, зачастую это, в том числе, и YouTube. И, ну, если посмотреть на некоторые студии американские, которые делают контент исключительно для YouTube, и, в общем-то, они живут. То есть, я так понимаю, что пока они монетизируются в основном с, там, как вот там, не знаю, продакт-плейсмента, или с рекламы, или с каких-то спонсорских историй. Вот, еще один надежный канал, в общем. Кстати говоря, скажу тебе больше, некоторые уже пересаживаются назад, те, кто ушли с телека в интернет, уже возвращаются из интернета в телек, но там снова-таки... И там пользуются интернетом. Сюрприз интернет, да, там тот самый YouTube уже в Smart TV различных вариаций и так далее. Окей, пойдем дальше, коллеги. Киви установил первые терминалы в США, об этом сообщил руководитель компании Андрей Романенко в Твиттере. В данный момент сервис находится в режиме тестирования, самих терминалов не так много. Экспансия представить, как, Дмитрий? Ну, мне кажется, что Киви, они уже там давно обосновались где-то в Южной Америке, мне кажется, в каких-то экзотических странах. Я не помню, то ли это Никарагуа, то ли это... Ну, США — это заявка на успех, это главный рынок мира. Ну, так вот, с точки зрения технологий. Опять же, смотря на кого будет рассчитан данный терминал и какой именно функционал будет там возведен именно в ранг приоритетного. Я понимаю, что так же мобильная связь тут такая. Ну, опять же, прожив в Америке какое-то такое нетривиальное количество лет, там не возникает потребности засунуть 5 долларов, чтобы положить деньги себе на телефон. То есть все уже давно привыкли к планам, которые ты оплачиваешь ежемесячно. И, в общем, это так делает там 95 с лишним процентов. Ну, вот якобы есть место, но вряд ли бы пошли туда. Опять же, если это некий рынок людей, у которых нет кредитных карточек, то это специфический достаточно сегмент рынка. Возможно, за кризисы люди, которые там за чертой бедности или на черте бедности растет. Но, может быть, Киви будут использованы там не сколько для внесения наличных, сколько для покупки билетов на какие-то шоу. Есть версия, есть версия, которая находящаясь у меня родилась, что это, собственно, для гастарбайтеров, для нелегальных иммигрантов, которые не имеют счетов, не могут себя никак привязать. И их, на самом деле, миллионы в Америке. Никит. Я думаю, что вообще здесь все несколько проще, поскольку, ну, я в любом случае, конечно, поздравляю Андрея, потому что нереальной энергии человек делает очень большое дело. И, действительно, Киви в очень многих странах уже открыло свое представительство. Это и азиатские страны. В Индии они не так давно появились, насколько я знаю, где просто нереальный рынок огромный. Южная Америка, совершенно верно, Дмитрий сказал. Но мне кажется, что в случае с Америкой это в большей степени имиджевый проект по привлечению внимания, поскольку, насколько я знаю, группа Киви собралась выходить на IPO в какое-то там обозримое будущее. И, возможно, они просто хотят как-то более, скажем так, повысить к себе интерес. Окей, поживем, увидим. ФМС заявил, что через два года всем гражданам России будут выданы вместо внутренних паспортов электронные карты. То есть наши паспорта уйдут из пользования. Будем ходить с карточками. Дим. Ну, я очень жду этого момента, потому что у меня паспорт выданный в 99-м году, и там от руки написано моим имя и фамилия. Я думаю, что уже, в принципе, пришло время как-то апгрейдить систему. То есть можно напечатать на принтер. То есть сразу идти можно, да, не к принтеру, а уже к электронному носителю. Но там что-то очень, не слава богу, сейчас с внедрением этого, сколько я слышал, по отзвукам. Вот главное, чтобы не получилось, как сайтом госуслуг, чтобы этой картой было, скажем так, просто все благие начинания в сфере высоких технологий государства сейчас, они, как правило, заканчиваются не очень хорошо. Я бы сказал, почти все. Все-таки они немножко стали, мне кажется, реабилитироваться. Нет, сейчас делается очень много. Это неизбежно, на самом деле, да, то есть хорошо, что вообще что-то делается. Но так или иначе, это очень серьезный проект, да, вы же понимаете, что если это будет требоваться вместо паспорта, а у нас паспорт требуют достаточно часто в разных местах, то любой глюк системы, любая неточность, она может привести к каким-то достаточно серьезным последствиям. В аэропорту, например, хочешь улететь, приходишь из этой квартиры, говорит, извините, система висит там, да, или там... И главный вопрос, куда девать целую армию тёточек-паспортисток, которые сегодня занимаются тем, что вот там паспорта заполняют? На Почту России пойдут работать. Ну, слава богу. Еще одна новость в связке, она у нас состоит чуть позже, но я сейчас ее озвучу. Руководитель почты Мэйлру, внимание, почты Мэйлру, то есть крупнейшего почтового сервиса Рунета, Сергей Мартынов, наш, кстати, общий, наверное, хороший знакомый, мой это точно, ушел в Министерство связи, массовой коммуникации. После того, как недавно туда ушел Дима Сатин, один из ведущих юзабилистов отрасли Рунета. В общем, есть причины задуматься о том, что там действительно собирается команда, в общем-то, вполне себе подкованных специалистов. Это очень хорошо, я считаю, что это очень правильно. Хорошо, пойдем дальше. Вот такая вот новость есть. Почта России, ты тоже сказал, туда, куда, собственно, двинутся все паспортистки, запустит онлайн-магазин вместе с почтовым оператором Италии. Есть перспективы у такого начинания, как вам кажется, Дмитрий? Я, честно говоря, с трудом пытаюсь интерпретировать смысл этой новости. То есть итальянские товары будут сначала попадать на почту Италии, а потом распространяться по России, почту России. Вряд ли итальянцы будут покупать очень много российских товаров, что-то у меня так сомнение в этом. Дверь о том, что он будет торговать одеждой, обувью, продуктами, аксессуарами для автомобилей. В общем, это будет такой гипермаркет электронный. Значит, и все это пойдет, я понимаю, прежде всего на российский рынок. Я вот сейчас просматриваю саму новость. И мне видится, что тут основная находка вот этого всего, которую Почта России должна, по идее, продвигать и которая должна руководствоваться, это то, что у них есть огромная сеть уже существующих пунктов выдачи. Вот это вот главный плюс Почты России, которая, ну, как-никак работает. А логистика в Рунете это самая главная проблема. Мне кажется, это как плюс, так и минус огромной Почты России, поскольку качеством услуг этой организации, я не знаю ни одного человека, который был бы доволен. Мне кажется, что прежде чем, в общем-то, начинать какие-то новые бизнесы, достаточно серьезные, насколько я понимаю, вот эти инициативы проявлять, то нужно сначала научиться хорошо делать то, что они, собственно, для чего они и создавались, да, для чего эта организация... Ну, жизнь учит, хочется верить, что вслед за Сбербанком, который вроде как стал тоже из такой неповоротливой машины превращаться в нечто более человекоориентированное, могут двинуться и Почта России. Ну, совершенно верно, но, насколько я понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, Почта России сейчас возглавляет как раз тот человек, который ранее возглавил Сбербанк. Вот не знаю на этот счет. Дмитрий, не в курсе ты? Ну, мне кажется, что все-таки, вот да, смотря на менеджерскую команду Почты России, все-таки она немножко другой формации и, наверное, может быть, даже другого поколения, нежели команда, которая, например, сейчас работает с Сбербанком. Недавно ввел одну секцию на конференции предоставленной коммерции, где был один из топ-менеджеров Почты России, была эта дама, не помню фамилию, но одна из топов, она выглядела очень здравомыслящим, очень трезвым человеком, говорила очень разумные вещи. То есть, в общем, они такие, как мы, я бы сказал. Это даже удивительно, но, в общем, это факт. Дай бог это даст толчок к развитию Почты России в современных экономических условиях. Последняя новость, возможно, которую успеем обсудить, это Google+, давно, оказывается, обогнал Twitter по числу активных пользователей. Таковы данные Global Web Index. У них насчитывается 343 миллиона активных пользователей, у Twitter 288 миллионов. Вообще, как вот, в двух словах совсем, Никита, Twitter или Google+, кто тебе кажется более перспективным? Twitter. Я, честно говоря, был бы очень неплохо понять, что такое в этом понимании активный пользователь, поскольку я не знаю ни одного активного пользователя Google+. Есть такие все-таки. Есть? Я знаю одного, но он это делает исключительно в профессиональных целях, потому что вот это Google+, это другая площадка. Мне кажется, Google сейчас еще покажет, и с Google+, покажет. Им торопиться некуда, у них все это привязано на один аккаунт, почта, документы, вот еще и социальная сеть. Возможно, в какой-то, в одной из следующих итераций. Окей, на этом мы закончим с обсуждения, после выпуска новостей перейдем к новостям, вызвавшим наибольший интерес редакции программы Рунетт сегодня. Мир меняется каждую секунду. Большинство наблюдает за переменами, но только немногие могут быть источником перемен. К лучшим. РБК. Под знаком перемен. Как долго мы будем торговать только нефтью, газом и лесом? Как остановить утечку мозгов и применить собственные разработки в отечественной экономике? Я, Константин Андреев, обсуждаю с российскими производителями проблемы и перспективы развития инновационного бизнеса в нашей стране. Каждый вторник в 11 утра. Программа «Про и Контра» на Финам.ФМ. Для детей старше 16 лет. Рунетт сегодня. Продолжаем. Рунетт сегодня от 4 февраля 2014 года. Напомню, что называют дату не для того, чтобы усомниться в том, что вы знаете, на ком вы сети находитесь, а для тех, кто слушает нас в подкасте, то есть записи, можно подписаться на ленту программы либо на сайте финам.фм, либо в iTunes, набрав название программы «Рунетт сегодня», и тогда вы не пропустите ни одного эпизода нашей передачи. Значит, напомню, что звучим на 99,6 в Москве сейчас, в прямом эфире или онлайн на финам.фм. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости этой студии Дмитрий Рипин, гендиректор Центра Digital October и Никита Шерман, интернет-предприниматель, основатель компании «Дримми», экс-президент соцсети «Одноклассники». Прежде чем обсудить первую из новостей, взятую нами в основательный разбор, хочу спросить вас, коллеги, насколько убедительной, достаточной вам кажется динамика роста электронной коммерции в Рунете. Тормаживает ли она или, наоборот, несется вперед оближающими темпами, Никита? Она, мне кажется, несется вперед и будет только все, скажем так, набирать обороты, поскольку будет расти и количество интернет-магазинов, в том числе и за счет того, что сюда будут приходить западные игроки, будет расти количество покупателей, в основном за счет регионов, поскольку сейчас это очень слабо развито, и в том числе, опять же, за счет появления новых инфраструктурных проектов в этой области, поскольку на текущий момент все выглядит довольно печально, опять же, да, то есть, например, с точки зрения логистики, мы эту тему уже сегодня затрагивали, есть Почта России, которой все абсолютно недовольны, есть ряд крупных логистических компаний, которые не очень устраивают предпринимателей, я имею в виду интернет-магазины с точки зрения условий с ними работы, вот, но все это будет меняться, безусловно, будут создаваться новые компании, будут приходить новые игроки, в том числе западные, и все будет очень сильно расти. Но все-таки уже день и ночь с тем, что было там 3-5 лет назад. Да, безусловно, все очень сильно меняется, но, еще раз говорю, я думаю, что в ближайшие, там, 5, скажем, лет это все вырастет в несколько раз. Окей, Дмитрий, твое мнение? Я, честно говоря, соглашусь, что это все растет, и здесь, наверное, специально помогать не надо, и действительно, ну, если вспомним, там, такой PVP был основан в 2006 году, то есть это, ну, вот сколько там, 6, ну, 7, вот. Ну, 6. Почти, да, 6 лет, то есть действительно 3-5 лет назад было совсем все по-другому. И соглашусь с тем, что, говорит Никита, по поводу челленджей, связанных с доставкой, тут же купив VIP, делал собственный сервис доставки этих самых товаров, то есть явно сегменты, я видел и в инкубаторе Вышки, и где-то других, ряд стартапов, которые именно пытались делать доставку, там, топ-деливер и еще какие-то. Так что, да. В общем, еще, ну, может, добавлю момент, есть сегменты, которые так, они особенно не распиарены, но сайты типа eBay Today и другие, которые, в общем-то, ну, имеют там, ну, миллиардные, скажем, по крайней мере, рублях обороты доставка товаров из Америки, там, откуда-то, из Китая и так далее. Хорошо. Сейчас про новость о щедрости электронных магазинов Рунета и о реакции на это конечных потребителей. В Рунете прошел день скидок, инициатором которого выступила ассоциация компаний интернет-торговли. Онлайн-ритейлеры, ставшие участниками акции, объявили о значительном снижении цен на электронику и бытовую технику. Однако распродажа не обошлась без скандала. Значительная часть покупателей заявила о том, что продавцы не снизили, а наоборот повысили цены на отдельные товары в день акции. Организаторы дня скидок обвинения в завершении цен отрицают. День скидок или киберпонедельник был придуман в США в 2005 году, то есть можно представить себе, насколько примерно мы отстаем от США, получается. В этот день, в смысле электронной коммерции, оговорюсь, в этот день интернет-магазины значительно снижают цену на свои товары. В рассматривании акции, организованной ассоциацией интернет-торговли, приняли участие целый ряд магазинов, Вики Март, Энтер, Белый Ветер и Цифровой, МВД, Ольдорадо и так далее. Сообщалось, что Энтер, например, скинет цены на 75%, 75%, а, к примеру, Вики Март, магазин Белый Ветер и Цифровой на 70%. А нужны такие акции вообще, если у вас и так все растет хорошо, Дмитрий? Да пусть будут. Я, честно говоря, ну вот, скажем, в Америке, наверное, удобные подобные даты, как там, по-моему, Черный понедельник у них называется, это распродажа после Дня Благодарения или там Пятница. Черная Пятница, по-моему. Пятница, да. И после нее идет Киберпонедельник, вот это встроили туда. Удобно оценивать, что происходит в экономике, потому что вот это конкретно один день, да, ты можешь померить продажи, как-то вот сопоставить это. Ну, все-таки мы живем на рынке покупателей, а не на рынке продавцов, поэтому продавцам приходится изгаляться хоть как-нибудь, чтобы все это наконец продать. Кстати, по поводу США и замеров, вот в последний Киберпонедельник, проводившийся в декабре 2012 года, американцы потратили порядка, внимание, полутора миллиардов долларов за один день. Это больше, чем годовой оборот электронной коммерции в Рунете, насколько мне известно. Может, меня поправит наш с вами коллега, у нас на связи Сергей Румянцев, руководитель компании Enter и президент ассоциации компании Т-торговли. Сергей, приветствую. Да, добрый день. Добрый день. Какова была цель Киберпонедельника? Цель Киберпонедельника, ну, очень простая, привлечь внимание к интернет-торговле наибольшего количества покупателей, потому что сейчас доля интернет-торговли порядка 2%, может быть, даже меньше. 2% от общей продажи? От оборота до розницы в России. По разным оценкам, 2011 год был в районе 10 миллиардов долларов, и рост в 2012 году порядка 25-30%. Но это все равно еще цифры, в десятки раз отличающиеся от развитых стран. Поэтому одна из идей была показать, что в интернете покупать выгодно, безопасно, интересно. Очевидно, для тех, кто еще это не осознал, потому что, ну, есть уже довольно большой пласт людей, которые покупают систематически и сделали это часть своей жизни. Верно? По нашим оценкам, сейчас проникновение интернета растет по России очень серьезными темпами, это десятки процентов в год. Тоже сейчас, по разным оценкам, тоже от 70 до 80 миллионов пользователей интернета в России. То есть, цифра 50 была преодолена где-то год назад. А сколько из них, извините, что понимаю, Сергей, сколько из них, по вашим оценкам, является покупателями, или так, активными покупателями? Вот я об этом, да, и хотел продолжить. То есть, я думаю, что из них, наверное, миллионов 15-20 только покупают, остальные пользуются интернетом постоянно для, как информационным ресурсом, поисковым, новостным и так далее. Миллионов 15-20, и получается где-то треть от аудитории общего Рунета на сегодня? Ну, даже меньше, может быть, даже 1 четвертая, наверное, так. Ну да, да, пожалуй, поменьше. Вы довольны акцией? Она успешна или нет? Акция успешна, да, естественно, мы довольны. Более того, как Enter мы проводили расширенную версию, мы целую неделю предложили наших товаров по себестоимости. И рост продаж превысил ожидания, он составил 4-5 раз по отношению к обычному текущему уровню и превысил даже новогодний пик. Какие трудности были? Я знаю, что были недовольны клиенты, которые собрали даже в Фейсбуке группы оперативно и делились скриншотами того, что якобы часть участников акций, магазинов показывала цены, которые были на самом деле не ниже, а чуть ли не выше того, что у них есть нормальное время. Поскольку они якобы подняли эти цены незадолго до Киберпонизельника. Да, я Фейсбук за это очень люблю, потому что это, наверное, единственное место, где такая концентрация негатива ко всему, что бы ни происходило. Ну, я бы сказал, это вообще свойство социальным сетям. Любая, да, инициатива. Но мы подробно разобрались, по крайней мере в нашем случае. Там был один скриншот нашего телевизора, который 9 января стоил 34 тысячи LG-модель, а в Киберпонедельник, вернее, 32 тысячи, а в Киберпонедельник 34. Мы начали выяснять, действительно, было изменение, был цен там несколько раз за этот период. И когда мы поставили новую себестоимость, новая себестоимость оказалась 34. Но даже не в этом суть, не в том, что на электронику, телевизоры, телефоны и все остальное цены варьируются чуть ли не каждый день, розничные точно каждый день от поставщика, они могут меняться там еженедельно. Суть даже не в этом. Мы попросили, мы попытались превратить это в более такой конструктивный диалог покупателям. И пригласили в социальных сетях людей найти ошибки. Сколько ошибок у нас из 30 тысяч товаров было по этим ценам. Мы дальше пообещали призы. Соответственно, из 30 тысяч товаров, 21, что ли, 22 товара было найдено нашими покупателями. Всего там какие-то пар матрасов, диван, еще что-то, которые стоили до акции дешевле, чем во время акции. Соответственно, мы каждому из этих покупателей подарили сертификат на 5000 рублей, который нашел эту ошибку. А человек, который нашел телевизор, это сюрприз. Мы его пригласили в офис и вручим ему этот телевизор бесплатно. То есть вы таким образом показали, что идете с открытым сердцем и без всякого желания кого-либо обмануть? В общем-то, это миссия нашей компании. Очень трудно, конечно, убедить прожженных участников групп всяких, там, блогеров. Особенно половина этих блогеров почему-то из конкурирующих организаций. Последний вопрос, Сергей, ставит ли Киберпонедельник регулярным мероприятием? Будет ли он повторяться ежегодно или, может быть, чаще? Я думаю, что да. Я думаю, что да. По крайней мере, все участники АКИТ, количество которых сейчас расширяется, очень заинтересованы в этом. И мы будем проводить ежегодно подобную акцию, это точно. А может быть, в течение года будет еще несколько акций, может быть, другая направленность, но со схожими механиками. Хорошо, спасибо большое. Это был комментарий к, собственно, Киберпонедельнику Сергею Румянцеву, руководителю компании «Энтер» и президента Ассоциации компании «Тренд Торговли». Той, что инициировало этот самый Киберпонедельник. Спасибо, Сергей. Коллеги, в общем, нечего особенно добавить, да, наверное, к этому? Я могу только аплодировать «Энтеру», потому что именно так, я считаю, компания, ориентированная на работу с конечным пультом, и она должна реагировать на всякие, я не знаю, неприятные моменты, которые могут случаться. То есть, что касается самой сути вот этих претензий, да, что где-то что-то было дороже, чем до момента акции, да, мне кажется, что это, конечно, исключительно недоразумение какие-то. Вы сами слышали, что 30 тысяч товаров продавалось со скидкой только у «Энтера», и, естественно, какие-то... Совсем коротко, извините, пожалуйста, что у нас осталось 40 секунд. Я скажу, что мы в Титре спросили следующее. Мы задали вопрос, какие у вас впечатления от первого вручника «Киберпонедельника». Ну и ответы такие в Титре Максим Спридон, кстати, в моем Титре, мы, который используем в момент программы в служебных целях. В общем, в Титре тоже скептически отнеслись к этому. Не буду читать то, что написали, но более-менее скептически. Значит, на этом, пожалуй, все с точки зрения «Киберпонедельника». Цифры, которые я назвал относительно США и России, конечно, пока что сильно разнятся, но есть куда расти. Значит, на этом все. После выпуска новостей мы поговорим про финансовый отчет Facebook и вообще о самочувствии детища Марка Цукерберга. Ну что, мы продолжаем. 11.31 в Москве, и впереди у нас очередной блок программы «Ронет сегодня». Напомню, что звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финанс.фм. Меня зовут Максим Спридонов, и гости выпуска не изменились, они остались. Прежние Дмитрий Репин, гендиректор центра Digital October, и Никита Шерман, интернет-предприниматель, основатель компании Dreamy, экс-президент соцсети Одноклассники. Одна из тем, вызывающих дискуссии экспертов, аналитиков интернет-отрасли, вопрос, является ли соцсеть Facebook полноценным перспективным бизнесом или ее капитализация надута, следовательно, у них скоро все рухнет, о чем порой все мы слышим те или иные соображения. Последняя, конечно, крайне сомнительная точка зрения, то, что Facebook вдруг сложится и перестанет существовать. А как, на ваш взгляд, реально чувствует себя Facebook сегодня как бизнес, Дмитрий? Ну, смотрите, здесь я просто тоже посмотрю какие-то цифры, вот эта вот конкретная выручка, вернее, не выручка, а прибыль там 50 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году, мне кажется, это достаточно нерелевантная метрика. Важно смотреть именно на выручку компании, а выручка выросла почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Поэтому я думаю, что в целом Facebook, скажем так, находит способы монетизироваться и понимает там, где эта монетизация лучше работает. То есть, беспокоиться о здоровье компании? Беспокоиться о здоровье компании, мне кажется, в краткосрочной перспективе не нужно. Будет ли Facebook такой вот доминирующей платформой через 10 лет в интернете? Вот здесь, наверное, вряд ли. Да, да. Вопрос, когда Facebook перестанет быть такой вот всеобъемлющей историей, и что с ним дальше будет, да? Будет повторительную историю MySpace или повторительную историю Google, да, который, в общем, чувствует себя до сих пор очень неплохо. Никит, твоя компания Dreamy, к которой ты вышел недавно, много работала с социальными сетями. Твое мнение по поводу Facebook? Facebook, это, надо понимать, что это огромный механизм, огромная платформа, да, и ее ценность заключается не только в том, сколько денег заработала компания за отчетный период, но еще и в том, сколько пользователей, насколько выросло количество ее пользователей, насколько выросла их активность, да, и те действия, которые они делают внутри сети, поскольку вся ценность Facebook, она заключается, естественно, только в пользователях, да. Это не сайт электронной коммерции, они ничего, по большому счету, не продают, кроме каких-то виртуальных товаров, услуг, да. Вот, и вот в данном случае речь вот о том, что насколько долго у компании будет расти аудитория и насколько долго она будет повышать свою активность, тем для нее будет лучше. Заработать они на этих людях смогут всегда, в любой момент времени, когда они захотят, они могут ввести там любые монетизационные инструменты, и насколько я слышал, они в этом году собираются как раз на этом делать некий упор, да, то есть они будут создавать новые монетизационные сервисы, вот. Но самое главное, еще раз говорю, когда мы оцениваем Facebook и его перспективы, нужно смотреть не на деньги, которые он сейчас зарабатывает, а на то, что происходит с его пользователем. А с ними все в порядке? А с ними, судя по всему, все в порядке, у них уже больше миллиарда, насколько я понимаю. Ну да. Я, может быть, добавлю кратенько, тому, что сказал Никита, мне кажется, если говорить про вообще людей, которые просматривают страницы в интернете, то, по-моему, чуть ли там какой-то нетривиальный процент, то есть там не половина всех вообще веб-страниц, которые просматриваются людьми в интернете вообще, это там Facebook. То есть какая-то вот очень-очень нетривиальная цифра, нетривиальный процент вообще от всей деятельности человека в интернете. Сейчас о финансовых рапортах Facebook. Социальная сеть Facebook представила финансовый отчет по четвертому кварталу прошлого года. Согласно обнародованным данным, прибыль компаний за данный период составила 64 миллиона долларов, что примерно в пять раз меньше, чем в заключительном квартале 2011-го. Общая прибыль соцсети по итогам 2012-го составила всего 53 миллиона долларов, что почти на 95% меньше, чем годом ранее, когда Facebook заработал миллиард долларов. О, ужас! Они заработали всего 53 миллиона долларов. То есть прибыль за год, за этот год, в 20 раз меньше, чем за прошлый. После того, как отчет был обнародован, акции соцсети упали на 4,3 процента, 0,3 процента. Это несмотря на то, что, как отмечает Bloomberg, чистая прибыль и выручка оказались выше прогнозов. Выручка за год составила 5 миллиардов долларов, что на 37% больше, чем в 2011-м году. То есть, ну, исходя из того, что мы говорили и прежде, судя по всему, Facebook не гонится за прибылью сегодня и не очень переживает о том, что акционеры могут волноваться и обрушить курс акций. Он идет, смотрит в далекую перспективу. Да, Дмитрий? Я думаю, да. И будучи частично коллегой по цеху, то есть мы тоже обсуждаем в Facebook наши передачи «Добрый венчур» на «Бизнес.ФМ». И многие волновались, когда Facebook начинал падать. Никто почему-то особенно не радуется, когда Facebook обратно стал расти. То есть я думаю, что все-таки… Просто так сильно волновались, что тут просто выдыхают потихонечку так осторожно. Боясь, видимо, что он снова обрушится. Мне кажется, такое сейчас впечатление есть на рынке. Ну, я думаю, что все-таки рынок и бизнес-компания – это совершенно разные вещи. И в силу того, что Facebook – это очень… Не то, что даже публичная компания, компания, которая всегда на виду. У тебя каждый день, почти каждый час ты видишь на своем компьютере. И мы уже говорили о том, что в социальных сетях негатив имеет тенденцию распространяться гораздо более эффективно, чем какие-то, может быть, позитивные новости. Несравнимо более эффективно. Поэтому, да, просто мы видим какие-то волны человеческой психологии, которые в том числе и влияют на стоимость акций компании. Понятно, что есть люди, которые могут грамотно интерпретировать эти цифры, которые только что приводились. А есть масса людей, которые скажут там «О, все плохо». 20 раз падение прибыли. О, ужас. Все пропало. Никит, есть что добавить к этому? Я вообще считаю, что в случае с большими компаниями, как Facebook, как Apple, например, да, все же тоже смотрят там, ой, смотрите, Apple упала за день на 10%. Я думаю, что руководству Apple по большому счету абсолютно все равно, насколько процентов упали их сегодня акции, поскольку компания позитивно растет, у компании растет выручка, у них на счетах там какое-то безумное количество миллиардов, да, компании абсолютно не о чем волноваться. Наверняка мы увидим в ближайшем будущем от них какие-то новые продукты. Безусловно, они могли бы поднять стоимость акций, я сейчас говорю про Apple, да, опять же, раскрыв информацию о каком-то доготовящемся к выходу продукте, да, но политика компании не позволяет им такое сделать. Вот, но это не значит, что это не будет сделано там в каком-то ближайшем будущем, когда, ну, как бы, они смогут это уже анонсировать. То же самое и с Facebook. Я не думаю, что конкретно Марку Цукербергу или там другим людей, близким к управлению компанией, там сильно принципиально, сколько стоят их акции сегодня. Они, он визионер, да, Марк, он понимает, что будет с его компанией через, там, год, через два, через десять. И он спокойно к этому идет. Компания делает покупки. Давайте вспомним, что они просто там миллиард потратили в прошлом году на Инстаграм, да. Конечно, быть прибыльным в таком, в такой ситуации достаточно тяжело. Вот, поэтому, мне кажется, все нормально. Ну, не надо недооценивать, мне кажется, влияние или не влияние курса акций. Все-таки, когда курс акций стабильно падает или находится вообще на низких отметках, то это действует деморализующе. На сотрудников, на менеджмент, давят акционеры ведущие, и все это, в общем, компания расшатывает. Но это же не случай, там, я не знаю, в Зинге или там Группоне, условно говоря, да, которые очень сильно упали и находятся сейчас там на нижнем пороге. У Фейсбука, да, безусловно, акции падают, акции растут, но они не показывают того тренда, который был бы губительным для компании, да, то есть они не идут стабильно вниз. Что интересно, в последнем квартале 2012 года 23% рекламной выручки в Фейсбук пришлось на мобильный сектор, в то время как кварталом ранее этот сегмент составлял всего 14%. То есть мобильный сектор тот самый, за который волновались инвесторы, типа того, что, а вот, все уходят в Фейсбук через мобильный, а там плохая монетизация у Фейсбука, как же будет дальше, что же там будет с деньгами? Ну, вот, рост весьма себе заметный. Ну, я вот просто могу вспомнить, когда Марк Цукерберг, где-то в октябре, по-моему, был, в России выступал у нас в 19 октября, то слово mobile, это было одно из ключевых, наверное, слов его выступления. То есть он точно не говорил про стоимость акций и про какие-то любые корпоративные штучки, а общаясь с разработчиками, он говорил, ребята, мобильные, мобильные, мобильные. Ну да, вот ты представляешь этот отчет, он, видимо, это как мантру уже заучил, он назвал соцсеть, цитата, «бесспорно мобильной компанией» и заявил, что в наступающем году компания сосредоточится на разработке сервисов для мобильных устройств. Также в твиттере Максим Спредонов, который мы используем во время программы для того, чтобы задавать вам вопросы, в моем личном твиттере, мы спросили, как часто вы заходите в Facebook в течение дня и как много времени там проводите, какие устройства для этого чаще используете. Посмотрим ответы. Ответы таковы. Раз в день PC, то есть с компьютера. Еще ответ. 6-10 раз процентов 80 с телефона, минуты по 3-5. Значит, далее. Один раз с ноутбука, раз 7-10 с айфона. Вот. Ну и в таком духе. То есть, в общем... Это нет ответа, не выхожу. Сейчас смотрю. Тут в ленте все это переплетается, поэтому сложно выцепить. Но, знаешь, наверное, нет такого. Наверное, нет. Есть кто-то такой. Авторизуюсь в игре через Facebook и только. Ну, тоже вариант, да. То есть, Facebook, он еще имеет пласт игровой и в этом смысле является такой просто платформой, носителем аккаунта, большому счету. Не только связанного с играми. Ты можешь авторизоваться через Facebook на том же Пинтересте или на куче других сайтов, например. То есть, это платформа. Да, это, кстати говоря, тот якорь, на котором Facebook будет держаться долго еще, как Facebook, так и, мне кажется, Twitter, Google, кстати говоря, с Google Plus, кстати, он меньше это развивает. Это то, что они держат авторизационные данные. Потому что людям попросту лениво регистрироваться. Конечно. Регистрации в интернете скоро не будет вообще, да, как таковой. То есть, она останется только там, где она очень сильно нужна. Во всех остальных местах администрациям сайтов им, в принципе, то есть, это лишний шаг, ты понимаешь, да, что особенно, допустим, для интернет-магазинов. Каждый лишний шаг, это там, вероятность, снижается вероятность вообще совершения покупки, например. Поэтому человеку проще один раз нажать на кнопку авторизоваться через Facebook, где он с реальной фамилией, с реальным именем, да, и там все эти данные могут автоматически подставиться в нужные места, чем сидеть и заполнять все эти там поля безумные. Это прекрасно. Это постепенно, конечно, видимо, регистрация в чистом виде, она пойдет и будет происходить через каких-то основных провайдеров. Ну, в общем, видимо, они уже Facebook, ВКонтакте, для Рунета, Google+, Twitter уже нарисовались. Новых пока что особо не видно. Интересно еще то, что в контексте этой ориентации на мобильный веб Цукерберг в очередной раз, представляя отчет, заявил, что компания не будет создавать собственный смартфон, слухи, о котором ходят уже не первый год. Сказал, что не видится в этом смысла. Дмитрий, а ты как думаешь, есть в этом смысл для Facebook? Мне кажется, есть. Это тоже уже как-то раз обсуждалось. Мне бы тоже кажется, что есть, что есть все-таки довольно, ну, такое нетривиальное количество пользователей, которые все-таки, ну, живут практически на платформе Facebook. Железка отлично привязывает пользователей. Да, и добавить туда, ну, словно, голос не так уж и сложно. Тем более, что у Facebook есть сейчас и видеозвонки, и, по-моему, возможность звонить внутри. И, то есть, видео я точно пользовался, то есть, аналог Skype, видео Skype, пожалуйста, в Facebook очень приличного качества. Ну, мне кажется, это не просто сделать хороший телефон, даже Google, когда он делал вот сам, то есть, чистый Android, то, что там, по-моему, Galaxy Nexus, вот у меня телефончик есть, но считается как гугловский телефон, а не самсунговский. Все-таки, ну, много нюансов. И тот же Samsung, который там допилил вот эту вот оболочку поверх Android, он, наверное, потратил много ресурсов и, в общем, для людей создал довольно много каких-то удобств. Ну, у Facebook ресурсы есть у них после IPO, есть хорошее накопление на счетах, и мне кажется, что… Ну, по сравнению с Google или Samsung, я думаю, мы говорим, что у Facebook там на порядок, если там не на, не знаю, 20 раз меньше ресурсов. Ну, у Facebook огромная рекламная площадка, они могут каждому пользователю персонально сказать, чувак, вот классный телефон, вот он, возьми его. Ну, да, ты понимаешь, проблема, с моей точки зрения, проблема как раз-таки заключается в том, что Zuckerberg прекрасно понимает, что одно дело создать телефон, другое дело продать его аудитории, да, и зачем мне менять условно свой iPhone на какой-то телефон от Facebook, если у меня Facebook, собственно, есть в этом iPhone. Zuckerberg же об этом и говорит, что Facebook уже есть в каждом смартфоне, и он здесь совершенно прав, потому что приложение Facebook, оно даже уже по умолчанию, по-моему, ставится на последней версии смартфонов производителем. И зачем мне менять на телефон от Facebook, какие еще уникальные вещи он мне может предложить для того, чтобы, собственно, это было его конкурентным преимуществом? По сути, наверное, никаких. И ты представь себе, как упадут акции Facebook, когда они выпсят... Плохой смартфон. Да, плохой смартфон, который люди не будут покупать. Ну вот. Ну да. Поэтому, конечно, они понимают, что им будет очень сложно, наверное, практически невозможно сделать телефон лучше, чем, например, у Apple или у производителей, которые работают на Android. Другой вопрос, что я бы, наверное, в случае с Facebook больше бы ориентировался не на создание железки, а на создание софта. То есть вот если бы они сделали свой Android, условно говоря. Окей, через минуту продолжим рассказом о неожиданной региональной инициативе по фильтрации Рунета. Осталась еще одна новость, которую мы считаем важным обсудить в этом выпуске. В выпуске Рунет сегодня, 4 февраля 2014 года. Напомню, что звучим мы на 99,6 в Москве. Онлайн на финам.фм также нас может слушать в подкасте, подписавшись на ленту программы и не пропуская ни единого выпуска, а значит, будучи постоянно в курсе всех главных событий цифрового пространства. Меня зовут Максим Спиридонов, гостья выпуска Дмитрий Репин, гендиректор центра Digital Oktober, и Никита Шерман, интернет-предприниматель, основатель компании Dreamy, экс-президент соцсети Одноклассники. Коллеги, как на сегодня, спустя несколько месяцев, вы оцениваете введение пресловутого закона о черных списках? Стал ли он репрессивным инструментом исполнительной власти, как опасались многие? Мешает ли он, например, вам, вашим компаниям, Дмитрий? Ну, нет, моя компания никак не мешает. Собственно, мы, правда, мы занимаемся контентом не как бы новостным, не политическим. Мы занимаемся, скорее, образовательным и технологическим, поэтому как-то мы даже, наверное, в такой немножко перпендикулярном пространстве относительно этого закона. Но осадочек остается. Все-таки какой-то вот такой вот, может быть, этот осадочек, он связан не только вот с этим конкретно, естественно, законом, да, но... Скорее посенено, да, насчет того, как это может вылиться? То есть, опять же, наверное, в какой-то ситуации существует шанс каких-то таких, ну, назовем их условно, там, потенциально репрессивных органов, связанных с государством, использовать этот закон, в общем-то, против каких-то определенных сил, организаций или людей. Это легко себе можно представить. Никита, а тебе мешает закон? Нет, мне лично он абсолютно не мешает, но от этого он не становится хорошим, потому что, действительно, к сожалению, в России любой повод, скажем так, да, который может быть использован, он рано или поздно будет использован. То есть, вот, если его не давать, то, может быть, и нет. А сейчас, если посмотреть на информационное поле, то, там, ну, я не знаю, раз в неделю, наверное, точно появляется какой-то очередной скандал, связанный с тем, что прикрыли какой-то сайт, который, на самом деле, никакой плохой информации не несет. Там, то сайтины кандалаки, то там еще что-то, то третья, то десятая. Вот, и поэтому, как таковой он сейчас для меня лично никакого зла не несет, да, и не представляет никакой угрозы, но как повод для создания проблем, он всегда будет, знаешь, это как там взведенное ружье. То есть, вот, ты знаешь, он рано или поздно выстрелит. Куда оно выстрелит, в какую сторону, и там, в кого оно попадет, это вот уже отдельный разговор. По Чехову, да, если в первом акте на 70 ружье, то в третьем он обязательно выстрелит. Я бы кратенько добавил, что все-таки у нас довольно много, помимо, там, может быть, государственных органов, которые там пытаются как-то воплощать в жизнь букву закона, есть масса, ну, не то чтобы экстремистских, а скорее так экстремально настроенных организаций, как религиозных, так, может быть, каких-то еще, которые тоже могут использовать это, по крайней мере, чтобы как бы сильно насолить или как-то, в общем, отравить жизнь, там, каким-то СМИ, журналистам или еще кому-то. Ну да, да и просто экзальтированных граждан, я бы сказал. Вот, и вот это вот иногда может быть даже еще и хуже. Сейчас о борцах за нравственность на виртуальных фронтах в масштабах отдельно взятой Костромской области. Некоммерческая организация Лига безопасного интернета займется фильтрацией доступа к сетевому контенту в Костромской области. По сообщениям ряда СМИ, жителям региона по умолчанию будут доступны только те сайты, содержание которых одобрено экспертами Лиги. Договоренности о внедрении фильтрации уже достигнуты с руководством области, а также с большинством интернет-провайдеров региона. До конца не ясно, как будет выглядеть теперь доступ в сети в выбранном регионе. Возможно, все провайдеры действительно будут по умолчанию давать доступ только к проверенному контенту. То есть, если сайт не был проверен какими-то интернетами, то уже туда не войти. Для того, чтобы получить доступ к сайтам не входящим в белый список, пользователь должен будет, видимо, заключать с провайдером какое-то дополнительное соглашение, либо нажать галочку в личном кабинете на сайте провайдера. Есть разные версии на этот счет. Есть еще версия. Будто бы к фильтрованному интернету граждан будут подключать только при их согласии. Так, по крайней мере, прокомментировали эту инициативу в пресс-службе Косновской области. То есть, в целом, есть ощущение, что некто во власти ставит локальный эксперимент по закручиванию гаек в онлайне, чтобы посмотреть, какой будет реакция общественного мнения. Другая версия, которая у меня родилась, задумано нечто другое. Но плохо проведена пиар-работа и работа с прессой. И в итоге про это ходят самые нелепые домыслы. Вот такие вот версии есть. Что думаете, Никит? Вы знаете, я вообще не сторонник любых мер, направленных на ограничение доступа к информации, поскольку, я считаю, каждый человек сам вправе решать, какая информация ему нужна, какая ему не нужна. Ну, там пафос в том, что дети не могут решать. Это, в общем, правда, наверное. Ну, хорошо, дети решать не могут, но у детей есть родители, которые могут за них это сделать. И как на уровне общения с детьми, так и на уровне доступа, собственно, к компьютеру могут ограничивать те или иные действия детей. И я, если каким-то образом еще могу оправдать появление черных списков, ну так вот для себя, то появление белых списков, это не укладывается просто в моей голове, да, поскольку миллиардное количество страниц, веб-страниц сейчас в интернете, да, каким образом из этого миллиарда они вручную собираются выделять, тут же написано, что это будут эксперты лиги делать какие-то, да, не названные. Вот. Я просто не представляю себе, как это физически возможно сделать. Угу. Вот. Мне, конечно, очень жаль жителей Костровской области. Можем спросить у, собственно, ньюсмейкера. У нас на связи Денис Давыдов, исполнитель-директор Лиги безопасного интернета. Денис, приветствую. Здравствуйте. Для чего необходимо фильтровать Red Content? Ведь уже создан список запрещенных сайтов. Зачем еще дополнительно создавать отдельно белый список? Да, дело-то не в том, чтобы нужно что-то фильтровать, а тем более по белым спискам. Как всегда у нас получилось, что в основном такая прогрессивная либеральная общественность, вот либеральная часть интернационного общества взяла, подхватила вот эту тему с белыми списками и принесла ее, опять же, громко крича, что все пропало. На самом деле речь идет о родительском контроле, банальном родительском контроле, который мы предполагаем сделать предустановленным и бесплатным. Но то, что он предустановлен, не означает, что он включен. Активировать или деактивировать его этот родительский контроль может родитель в личном кабинете или в офисе оператора любыми способами в любое время. И здесь важно отметить, что такие программы, такие услуги, такие опции предоставляются многими операторами связи, ну, большой тройкой точно. Но на региональном уровне, как правило, у региональных операторов не хватает ресурсов, не хватает денег для того, чтобы такие услуги предоставлять и внедрять. Поэтому Лига разработала некий софт, такой вот программно-аппаратный комплекс, программно-технический, который как раз и позволяет анализировать содержимое веб-страницы на лету и в зависимости от результата разрешать или запрещать к ней доступ. То есть мы говорим о том, что это всего лишь родительский контроль. Он предостановленный, но деактивированный. Поэтому вот вся вот эта вот истерика, она непонятна абсолютно. Вот я предположил, что проведена неверная работа с общественным мнением. А почему ясно не прозвучал родительский контроль в тех пресс-релизах, новостях, которые оказались в сопряжении прессы? Потому что вот в тех подборках, что есть у меня, я не вижу этого указания. В принципе, то, что ты сейчас говоришь, оно понятно. И его, ну, как бы особого отражения не вызывает. Да, как опция родительского контроля, наверное, может быть затребована. Так мы просто говорили о том, что вот этот средств родительского контроля позволяет использовать также черные и белые списки. Вот в данном случае средство родительского контроля, вот это, о котором мы говорим, если мы его внедрием на операторском уровне, оно будет позволять, с одной стороны, операторам связи блокировать то, что в черном списке не по IP, а по URL. Это вот то, о чем давным-давно все говорят. То есть использование и создание такого некого белого прокса. И вторая часть, это белые списки. Ну, естественно, необходимо формировать вот такой вот список абсолютно безопасных, абсолютно безопасных для детей ресурсов. И почему бы его не начать формировать? Понятно. Все понятно. Денис, а почему все-таки не было в таком виде представлено это прессе, если вы действительно делаете некую опциональную составляющую для возможного подключения фильтрации для детей? Ну, вот в таком виде оно, понятно, не вызывает. Да, именно в этом виде было представлено. Просто некоторые с ней об этом написали, а некоторые нет. Вот даже та заметка в известиях, в которой все началось, даже она переформатировалась. То есть появилась новая версия этой заметки. Все интервью, которые я давал в последнее время, за последнюю неделю, они все связаны с тем, что мы говорим о предустановленном вразительском контроле. Кстати, вопрос такой, а будет там фильтроваться социальные сети? Вот в частности, например, ВКонтакте на сегодня то, что сейчас Медмитрий Репин пишет на бумаге, его это интересует и меня тоже, является сам по себе интернетом в интернете, где есть огромное количество контента, который не нужно видеть детям. Не нужно видеть детям, встроительный согласен. Именно поэтому вот этот вразительский контроль, он и позволяет блокировать доступ к определенным интернет-страницам, то есть к URL-ам. То есть если это URL с расчлененкой, то его дети не увидят. Все остальное социальные сети в Контакте, они будут видеть и пользоваться ей, если родители им разрешают. Сложно представить, как вы сможете вот отфильтровать конкретный URL внутри ВКонтакте. Вот именно поэтому и нужна была тестовая зона внедрения. А превратилось это все в панику, кошмар, караул. Ну, как всегда. Ну, потому что, в общем, действительно есть частью обоснованные опасения того, что силами вот таких вот, путем таких введений законов, которые были введены в прошлом году и в том числе тем, что делаете вы, возможно, закручиваются гайки исполнительной властью. Ну, вот посмотрите, закон приняли, 139-й, он вступил в силу, где гайки закрутили. В основном идет борьба с наркотиками, суицидами и детской порнографией. То есть, декларируемые цели от реальных не расходятся ни на шаг. Слушай, а как прагментируешь это заявление министра связи Никифорова, который заявил, что в нашей стране единое и неделимое информационное пространство не могут на территории одного региона и области действовать какие-то свои правила? Абсолютно я не согласен, что у нас, да, единое информационное пространство, вот, но, опять же, если речь идет о услуге родительский контроль, то, причем здесь единое информационное пространство. То есть, к сожалению, министр тоже не понял, о чем речь и начал комментировать. Просто, многие комментарии связаны с тем, что вот мы тут СМИ почитали и считаем необходимым заявить. Но, слушайте, мы обратились бы в Лигу Безопасного Интернета и мы бы разъяснили свои позиции. Просто у нас никто, опять же, как всегда, не спросил и все начали комментировать сообщения. Хорошо, спасибо большое. Это был Денис Давыдов, представитель Лиги Безопасного Интернета, вернее, исполнитель директор. Коллеги, у нас буквально 40 секунд. Другой вопрос, что это нужно было делать изначально. То есть, получилось все как всегда. Теперь, почему-то, приплетаются либеральные силы, какие-то политические игры. То есть, вместо того, чтобы один раз нормально все объяснить с самого начала, все это выливается в такие истории. Но это для России достаточно типично. Я вначале сказал, что, похоже, проведена неверная работа. Возможно, одна из версий. Видимо, так оно и есть. Дим, буквально два слова. Ну, мне просто с трудом верится, что реально технически сделать эту работу, какие-то эксперты будут смотреть, что тонны порнографии ВКонтакте, чтобы отсечь все УРУ. Я думаю, что это тяжело экспертам придется. На этом все, коллеги. Пора заканчивать. Это была программа УРНОТ сегодня. Слушайте нас каждый понедельник на 99.6 в Москве либо на финанс.фм. Я Максим Спридонов. Пока.